МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дети! Начинаем первый урок. Скоро вы услышите эти слова, когда в класс войдет ваш учитель, потому что скоро начало учебного года. И сегодня мы такую товарищескую, дружескую, ну, добрую игру решили сделать. Слева от меня, слева от меня, в синих шарфах, команда детей, которую возглавляет Ксения Монтурова, наша практически уже выпускница, 11 класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Это воспитанники разных клубов Гомеля и Светлогорска. Ну, а справа от меня в красной шарфетке серьезные тренеры, педагоги разных гомельских школ, гимназий, разных гомельских клубов. Прошу любить и жаловаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Рулит имя Александр Иванович Вороненко, давний и заслуженный игрок гомельского клуба. Итак, внимание. А начнем мы вот с чего. Вначале учитель объявляет тему урока, ну, а я объявлю с удовольствием, что нас по-прежнему уже в седьмой сезон поддерживают телерадиокомпания «Гомель» и «Гомельский облсполком», за что им от нас, собственно, спасибо и не спасло. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начнем. Итак, начнем. Блеф-игра. Наша до-нетка. Проверяем какие-то старые знания, проверяем какую-то интуицию, просто проверяем вашу готовность к уроку. Ксения, кто у вас готов? Пойдет Настя. Настя великолепна. Александр Иванович? Пойдет уважаемая Светлана Сергеевна. Вперед, Настя против Светланы Сергеевны. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Блеф-игра. Верите ли вы, что американец может купить экскурсию в Белый дом? Ну да, нет? Да. Да, конечно. За небольшие, кстати, деньги можно походить по Белому дому и потрогать даже ручку в запертые покои президента. Играем. Князем тьмы, верите ли вы, что князем тьмы, называли в России Григория Распутина? Дожмите вы, Настя. Нет. Правильно, Настя. Распутина так и называли. Так называли всесильного фаворита Екатерины Второй Потемкина. По пять очков заработали девушки. Играем дальше. Верите ли вы, что по правилам приличия конфеты нужно брать из ваточки только специальными щипчиками? Настя? Нет. Правильно, можно и руками. Правила приличия это допускают. Браво, Настя. Верите ли вы, что до середины 19 века Техас был совершенно независим? Верю. Верите, конечно. Потом его аннексировала, оккупировала такая страна Соединенные Штаты Америки. И последний вопрос. Верите ли вы, что кошачьи глаза в темноте светятся? Настя? Да. Нет, Настя, это всеобщее заблуждение. Сами они светятся, они отражают только свет фонариком или фарами посвелишь. Вот тогда они светятся. Теперь вы это знаете. Счет 10-10. Равная игра. Следующий бой. Итак, тема, итак, тема, тема, темы, темы, темы нашей дуэль-игры. Прослушайте, пожалуйста. Планета Земля. Ну, рай для географа. Все цвета радуги. В мире животных. Общее слово. Это любители русского языка. И умные пословицы. Ну, тут любой игрок. Герой. Итак, внимание, у вас 5 секунд, чтобы решить, что же делать с этими темами, кто какую тему на себя может взять. Итак, внимание, наш первый урок, наш первый бой. Планета Земля. Ксения, кого отправляете в бой? Я отправляю Лешу. Нашего Алексея Пикуса, пятиклассника. Александр Иванович, кто у вас? Пойдет, Дмитрий Михайлович. Вперед, вперед. Леша против Димы. Итак, внимание, начинаем. Планета Земля. Именно столько у Земли естественных спутников. Прошу, Дмитрий. Один, Луна. Вы правы. Продолжаем. Из 1200 греческих их заселены только 227. Леша? Наверное, гектаров. Гектаров. Думаешь, Греция на 1200 гектарах размещается? Нет, мы немножко больше. 1220. Дмитрий? Ну, предположу, что острова. Острова, конечно, да. Именно в этой точке, на поверхности Земли, невозможно пойти ни на восток, ни на запад. Ну, точка поверх... Дмитрий? Северный полюс. Или южный полюс, да, на любом из полюсов. Вот на северном только на юг, на южном только на север. Я не жму. Именно этот химический элемент преобладает на планете Земля. Да. Азот. Понятно. А Дмитрий? Ну, я думаю, что это все-таки кислород. Кислород, конечно же, в том числе в составе окислов. Ну и заканчиваем. Самая западная точка этого континента на мысе Рок в Португалии. Да. Это Евразия. Браво, Леша, именно Евразия. Никакая не Европа, а именно Евразия. Алексей, вы выстояли в бою с самим Дмитрием Спектром. 15-30 в пользу взрослых. Играем в следующий бой. Итак, внимание, второй бой, наш второй урок. Все цвета радуги. Весь спектр от Красного до Дмитрия Михайловича. Прошу вас. Пойдет Даник. Даник это у нас Светлогорский. Мужик, тихо. Александр Иванович, у вас? Против Даника пойдет Олег Наумович Лейнов. Вперед, Даник против Олежки. Итак, внимание, он таки перевел евреев через Красное море. Это Моисей. Да. В яйце он содержит все питательные вещества. Ну, наверное, это желток. Конечно. Конечно. Несмотря на то, что она бриллиантовая, ей мажут царапины. Да, Олег? Зеленка. Зеленка, конечно же. Этот сказочный герой погубил нескольких своих жен за неумеренное любопытство. Да. Ну, это синяя борода. Конечно. Конечно. Эту птицу называют, произнося фразу для запоминания всех цветов радуги. Да. Синяя. Понятно. У соперника есть шанс. Пять секунд. Фазан. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Браво! Великолепно отыграл Даниил. Счет 35-35. Сравняли. Следующий бой. Итак, внимание, третий урок. Наш третий бой в мире животных. Кто недавно был в зоопарке, Ксения? Пойдет, Настя. Пойдет, Настя. Александр Иванович у вас? Светлана Сергеевна. Хорошо. Настя против Светланы Сергеевны. Вперед. Поехали. В сказке Чуковского они ехали на велосипеде. Да. Медведи. Ехали медведи на велосипеде. Цирки тоже ездят даже на мотоциклах. Эта птица, как известно, отличается умом и сообразительностью. Да. Говорон. Птица-говорон и стать третьей планетой. Киплинг назвал ее, домашнее животное, подательницей доброй еды. Ну, кто же там так едой нас снабжает? Настя. Курица. Курица? Ну, она-то не такая уж подательница. Светлана Сергеевна. Корова, может. Кто? Корова. Корова, конечно же. Светлана Сергеевна стоит ко мне спиной и моей жестикуляции видеть не может. Разве что она отразилась в глазах ее учеников, ну и потом уже вернулась к ней. Играем. Волшебник-недоучка хотел сделать грозу, а получилась она. Да. Коза. Да, сделать хотел грозу, а получил козу старая песенка Аллы Борисовны Пугачевой. И заканчиваем. Этот зверек, если верить одному источнику, может добывать драгоценности из обыкновенных орехов. Белка. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, в них скорлупки золотые. Светлана Сергеевна чистый изумруд. 50-45 вывела свою команду вперед. Следующий бой. Внимание, а вот сейчас общее слово. Ксения, такой чисто русскоязычно, знакома с фразеологией и так далее, и так далее. Тем. Прошу. Пойду я. Александр Иванович. Пойду я. Комендантский бой. Итак, внимание, общее слово. Я читаю три существительных, а вы мне добавляете глагол, который подходит ко всем к ним. Итак, внимание. Горы шею с пути в трубку. Ксения. Свернуть. Браво. Даже четыре я для вас нарисовал. Итак, слезу, петуха, козла в огород. Фальстарт у вас. Ксения Александрович. Пустить. Пустить, конечно же. Стариной волосами, кошельком. Александр Иванович. Тряхнуть. Прекрасно. Лошадь в угол занозу. Ксения. Загнать. Блестяще. И, Ксения, как раз для вас. Из себя замуж из берегов. Выйти. Прекрасно. Отлично. Ксения, кстати, вам противостоял один из самых сильных игроков гомельских клубов и Белорусской лиги, интеллектуальных команд Александр Иванович Вороненко. Так что вот аплодисменты всего зала в Казахстане. Благодарю вас. Играем в следующий бой. Перед последним, перед последним нашим уроком, перед умными пословицами у нас счет равный 60-60. Ксения, кто остался у вас? Какое тайное оружие? Родя. Родион Полевой. Потомственный игрок что, где, когда. Александр Иванович, у вас? Спасать ситуацию попробует Вадим Олегович. Вперед! Ну, умная пословица. Я вам произношу какую-то завуалированную информацию, а вы мне выдаете четкую русскую народную мудрость. Итак, внимание. Едой волка не одомашнишь. Три, две, одна. Родион. Чем волка не корми и все на лес смотрит. Ну, сколько волка не корми, чем не корми. Ну, все-таки, Родион, какой класс? Шестой. Шестой, ну, простим. Шестикласснику. Сколько волка не корми, а он все в лес глядит или все в лес смотрит. Засчитано. Нужно находить время и для работы, и для отдыха. Фальстарт у Вадима Олеговича. Ордеон. Деву время, потихий час. Блестящий ответ. Дети всегда говорят правду. Библейское выражение. Ну, ладкающая передачка. Устами младенца глаголит истина. Продолжаем. Плохие поступки ни от кого не скроешь. Фальстарт снова у Вадима Олеговича. Темпераментный у нас педагог. Родион. Шиво в мешке не утаишь. Блестяще. Только после серии замеров можно пускать в ход ножницы. Да, Вадим. Семь раз отмерь, один отрежь. Отлично. 75-65. Родион Полевой выводит команду детей. Вперед, тест игра! Тест игра. Тест игра. Наши взрослые, наши тренеры, наши педагоги не понаслышке знают, что такое централизованное тестирование. Вот сразу у них стали грустные лица. Ксения тоже не понаслышке знает, что это такое. Она уже его прошла. И вроде бы прошла, как я знаю, успешно. Это было давно, все-таки сейчас август. Итак, Ксения, кого вы отправляете на это страшное дело? Пойдет Даник. Даник. Ой, вот малыш выбрала шестиклассника, пускай мучится. Хорошо. Александр Иванович. В прошлом году к централизованному тестированию в нашей команде готовил своих учеников Олег Наумович Леинов. Пусть отдувается. Вперед. Слезда, 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 слезда. Итак, термины. Негативный. Это А. Неудачный. Б. Ложный. С. Отрицательный. Таня. Смею предположить, что это отрицательный. Отрицательный. Великолепно. Противоположность термину ансамбль. Это А. Хор. Б. Дуэт. С. Соло. Да. Сол. Соло. Соло, конечно, ансамбль-то. Несколько исполнителей голосом или на инструментах. А вот соло-солист это один. Дальше. Конформизм это А. Неизменность. Б. Приспособление. С. Противостояние. А. Фальстарт Валерий Наумович понервничал. Данил. Ну, это вариант С. Противостояние. А вот вы и не правы. Конформист это приспособленец. Теперь вы это знаете. Бизнес. Это деятельность. А. По организации купли-продажи. Б. По получению прибыли. И. С. По созданию предприятий и рабочих мест. Да. С. Вариант С. По созданию предприятий и рабочих мест. Да наплевать на это бизнесу. Олег Наумович. Б. Конечно, только получение прибыли цель бизнеса. И он это не скрывает. Демократия происходит от греческого. А. Власть народа. Б. Власть старших. И. С. Власть толпы. Да. Власть народа. Браво. И если я не ошибаюсь, 40 очков на этой теме, на тест-игре заработал Даниэл. И всего 10. Олег Наумович. Вот какие у нас замечательные дети, которых мы сами воспитываем. Они нас самих и бьют. 105 против 70. izova. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, внимание. Слайд-игра. Ксения, кто готов? Пойду я. А, то есть на финал вы кого-то другого приберегли. Да. Понятно. Александр Иванович. Пойдет. Вадим Олегович. Вперед! Ксения! Итак, напоминаю несложные правила нашей тест-игры. Появляется слайд, появляется буква, смотрим на экран, отвечаем обязательно на микрофон. Лидирует команда Ксении, синие, дети, поэтому первый слайд для нее. Прошу. Буква А. Тишина, тишина в зале, пожалуйста. Аба. Это группа Аба шведская. Не ожидал. Плюс 15 очков Ксении. Вадим Олегович. Ну, сооружение обычно на задах. Дачи, коттеджа, деревенской усадьбы. Барак. Барак это в лагере, Вадим Олегович. Ксения. О-о-о. О-о-о, буква Б, Ксения, не надо. Может, бревнянка какая-то. Это банька. Баня это. Не узнали. У меня дачи нет. Дачи нет. Только у меня дачи нет. Я не знаю. Итак, внимание. Нужно назвать по имени этого мужика. Князь, не бойся. Вячеслав Чародей. Вячеслав Чародей. Не могу принять такой ответ. Вадим Олегович. Владимир. Владимир. Ксения подарила вам правильный ответ. Вячеслав, это... Он Всеслав Чародей. Ксения, я рыдаю вместе с вами. Студия рыдает вместе с вами. Вадим Олегович, прошу. Цветочек? Георгин. Не, Георгин вот такой... А это вот такое... Ксения, может, вы знаете? Гиацинт. Гиацинт, конечно. Действие очковного горя. Ксюш, с вами. Дракар. 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 Браво. Боевое судно викингов. Потрясающее знание. Хорошо, с вами там работают, во дворце, в клубе «Белая рысь». Прошу вас, Вадим Олегович. Жезл? Жезл, да. Ну, в данном случае, это жезл Меркурия или Кадуцея. Теперь вы это знаете. Прекрасно, Вадим Олегович. Ксения? Зубочистки. Зубочистка. А я так старался вот, да, замаскировать, вот необычно подать. Да, это зубочистки, конечно же. Вадим Олегович, прошу. Изолента. Изолента, изоляционная лента. Тоже пытался необычно подать. Ксения, прошу. Классики. Играете? Раньше играла, сейчас нет времени. Понятно. Тренировки все время забирают. Спасибо. Вадим Олегович, заканчивайте. Культура, сельскохозяйственная. Лен. Браво! 175-115. Великолепная игра, браво! У вас, Ксения, есть шанс впервые одержать победу над своими учителями. Что потом будет с вами после этого, я боюсь догадываться. А, Ксения, кого отправляете в последний бой? Я отправляю Родю. Родион Полевой. Кого отправляет Александр Иванович? Просит Родиона, пойдет сражаться Дмитрий Михайлович. Вперед! Итак, Родион у нас крепкий боец. Итак, внимание. Планета Земля. Этим сейчас дружно занимается примерно половина населения Земли. Примерно половина населения нашей планеты сейчас на темном полушарии спит по полной программе. А мы бодрствуем, играем. Все цвета радуги перед красным цветом спектра инфракрасные лучи, а после фиолетового... Дмитрий? Ультрафиолетовый. Отличный ответ. 175-135, играем. В мире животных. Эти животные в сказке про изумрудный город были летучими. Дмитрий? Обезьяны. Обезьяны, да. 175-155, хорошо. Общее слово. Яблоко, личину, банк. Дмитрий? 3, 2, отложить. Минус 20. А Родион будете нажимать? Нет. Синяя, не давите на игрока. Может, он хотел бы блеснуть. На самом деле банк можно сорвать. Яблоко, личину сорвать и умные пословицы. Только тогда, когда все сделано, можно с чистой совестью отдыхать. Да. Кончил дело, гуляя смело. Или сделал дело, гуляя смело. Дмитрий Михайлович, 175-155. Вот это пример того, как можно научить детей чему угодно. Писать стихи, рисовать, резать по дереву, строить дома. Это все, что угодно. Можно научить детей всему, да так, что они тебя опередят в любой профессиональной деятельности. Ну, как говорится, и того, кто меня обгоняет, провожаю приветственным гимном. Браво, дети! Браво, взрослые! Сейчас, в самом начале учебного года, мы не зря поставили эту товарищескую детско-взрослую игру. Тренеры против воспитанников, дети против взрослых. Поймите, что у ваших детей, дорогие товарищи взрослые, я сейчас обращаюсь именно к вам, и у вас, ребята, которые сейчас сидят по ту сторону экрана, есть замечательный шанс стать умными и сообразительными, играть в интеллектуальные игры, найти новых друзей, отправиться в поездки на турнир и, в общем-то, нескучной жизнью жить и, в конце концов, попасть в нашу РУД-пятерку. Так что приходите в школы, гимназии, клубы, приходите в наш дворец, творчества детей и молодежи, в клуб «Белая рысь». Играйте с нами, играйте, как мы играете, лучше нас, что прекрасно доказали сегодня дети. Ну и вот, может быть, скоро, лучше, чем взрослые профессионалы-телевизионщики, покажут себя участники проекта «Юная телезвезда», который завершился практически на телерадиокомпании «Гомель». Юные ведущие, юные редакторы, юные мастера кадра, мастера эфира после долгих соревнований и кастингов вот-вот начнут выпускать в эфир первые передачи. Сверстники ваши, между прочим. И вот календарь с логотипом этого уникального телепроекта, еще уникальнее, чем наша РУД-пятерка, мне поручено вручить как утешительный приз. Ксения, вот проигравшая команда, кто в ней вам наиболее симпатичен, кто наиболее, с вашей точки зрения, интересно, классно, ярко играл? Все классно играли. Ну, у меня один календарь, Ксения. Ну, очень сложно, честно говоря, выбрать. А вы с командой посоветуетесь? У нас мнения разделились. Хорошо. У кого больше? У нас одинаково. У меня решающий голос. Да, хорошо. Прошу. Ксения, ну, решающий голос. Голосите. Ладно, пускай будет спектр, ладно? Дмитрий Михайлович, Дмитрий Михайлович, вам на память от наших детей проекта «Юная телезвезда». Вот, смотрите, вот хороший кадр. Дмитрий Спектр, «Юная телезвезда». Ну что, дорогие наши милые и любимые зрители, мы поулыбались, сегодня у нас хорошее настроение в студии. Хотя каникулы кончаются, скоро учебный год. И скоро, 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 скоро вы снова услышите от нас на «Беларусь-3» без 15.7 по пятницам, включивший телевизор. Играем «Эрудит пятерку», смотрим пятерку, получаем десятки у нас продолжения и окончания, и финал киндер-сюрприза нашего младшего турнира. Ну что ж, смотрим пятерку, получаем десятки. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»